ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В России готовится упрощённый порядок взыскания задолженности, не превышающий 10 тысяч рублей. Под норму, которая, возможно, начнётся действовать уже в этом году, попадут и те, кто игнорирует штрафы ГИБДД. Суть в том, что деньги будут автоматически списываться со счетов граждан без оформления исполнительного производства. При этом, однако, приставы обязаны будут связываться с должниками. Как именно, пока не ясно. ТРАССА СТО ОДИН 500 рублей за то, чтобы не было штрафа за управление незарегистрированным автомобилем. Тысячу рублей за то, чтобы инспектор закрыл глаза на перевозку ребёнка без специального кресла. Такие презенты, по данным управления ГИБДД, водители недавно пытались вручить кировским стражам дорожного порядка. Всего с начала года было зафиксировано 7 попыток дачи им взятки. Заведены уголовные дела. ТРАССА СТО ОДИН Дело, похоже, идёт к тому, что новые легковушки в России перестанут покупать. Они за первые три месяца этого года подорожали в среднем на 8%. За весь прошлый год речь шла о прибавке в 10%, опять же, средней. Заглядывать в будущее страшно даже тем, кто называет себя экспертами. Они предупреждают, что падение курса рубля в стоимости авто ещё не отыграно. Плюс не за горами повышение утилизационного сбора. ТРАССА СТО ОДИН Пьяный таксист. Увы, явление нередское для российских городов. МВД сообщает, что в прошлом году число аварий, произошедших по вине таких водителей, выросло на 15%. А количество погибших подскочило почти в два с половиной раза. Всего по вине нетрезвых извозчиков в 2020 году погибли почти два десятка граждан. Чаще всего таксисты под градусом попадали в ДТП в Пензе, Самаре и Москве. ТРАССА СТО ОДИН Компания Ауди представила электрический кроссовер Q4. Длина автомобиля составляет чуть более четырёх с половиной метров. Объём багажника – 520 литров. Оснащается машина разными вариантами электрической силовой установки. Базовая – 170-сильная, разгоняющая авто до сотни за 9 секунд. Запас хода – почти 350 километров. Максимальная скорость – 160 километров в час. В топовой комплектации присутствуют два электродвигателя по одному на каждой оси. На этом всё. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова